МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Устойчивое развитие регионов в приоритете государственной политики Беларуси. Цели устойчивого развития – это сохранение экологии, ресурсов, развитие экономики для улучшения благосостояния людей. В Мстиславском районе в этот процесс вовлечены не только взрослые, но и дети. Так, в гимназии создали уникальную виртуальную платформу – действует Академия устойчивого развития. За интересные проекты учреждение образования получило различные гранты для благоустройства. А сейчас, во время второго регионального фестиваля по устойчивому развитию, около гимназии открыли сквер устойчивого развития и посвятили его 100-летию образования Мстиславского района. Входная арка в сквер и скамейка созданы по проекту победителей конкурса «Тебе, моя малая Родина». Идея возникла сделать вот такой сквер, где можно было реализовывать именно молодежные инициативы, и вот чтобы это был такой своеобразный арт-объект. Но если вы обратите внимание, то мы открывали буквально сегодня как бы врата в это, потому что инициатив много. Основные позиции этого фестиваля, основные направления были выработаны вместе с нашими жителями. Те проблемы, которые им виделись, мы на современном этапе реализовываем. На что обращали внимание наши жители? На создание экологической среды, на создание условий для проживания, на образовательные вопросы и подготовку их в новых современных реалиях, в том числе и через обучение, начиная со школьного возраста. Мы все прекрасно понимаем, что главная задача государства, главная задача вертикали власти – создать условия людям для того, чтобы они жили в своих регионах, чтобы они трудились на благо своих регионов. Мы активно должны развивать эти гражданские инициативы, потому что у наших людей идей очень много. Идей много, и эти идеи как раз они идут от жизни. То есть люди лучше понимают, что им нужно здесь и сегодня. Для устойчивого развития необходимы и качественные образования, отметили организаторы фестиваля. Не случайно ряд учебных заведений презентовал на выставке свои работы, сделанные в объединениях по интересам. К примеру, эти символы года побывали на республиканском конкурсе «Техно-елка». Мы готовим сварщиков, и они осваивают или шлифуют свое мастерство вместе с своим руководителем Поповым Александром Павловичем. Это все фигуры выполнены с металла. Здесь использована колка, сварка, ну и, естественно, автомобильная шпатклевка и покраска. Вот эти символы года все на областном этапе заняли первое место. Одно из направлений развития Мстиславского района – туризм, и гостей здесь умеют удивлять. Специально для фестиваля «Рыцарский фест» мастера и учащиеся строительного колледжа придумали вот такой комплект – невесомость. Почему невесомость? Здесь металл металла, каркас, не касается за счет натяжения цепей. Вот. И, значит, у нас механики, у нас ежегодная выставка проводится, колледжная, потом на областном этапе техническое инновационное творчество. И у нас вот в основном это делают наши механики. Мы готовим специалистов уровня среднеспециального звена. Некоторые боятся сесть на него, потому что, чтобы он не сложился. Но он никогда не сложится, потому что здесь вот цепь висит, значит, каркас. И здесь, чтобы он не опрокидывался влево-вправо, значит, за счет натяжения цепей. Цепи держатся. Вот. Ну, такой стол и стулья. Образование – это постоянный процесс. Мы про это много говорим. И сегодня, конечно, эту работу мы ведем, начиная от детского сада, с нашими ребятами, чтобы формировать цель устойчивого развития, чтобы они осознавали те вопросы, которые сегодня волнуют, и те проблемы, над которыми надо работать нам сообща. И в подтверждение гостям фестиваля по устойчивому развитию представили массу проектов различных направлений. Эти работы выполнены посетителями отделения, получателями услуг, инвалидами и гражданами пожилого возраста. У нас функционируют кружки, клубы, в ходе которых изготавливается продукция, которая потом реализовывается на выставках, ярмарках. Это модели, коллекция костюмов, разработанная нашими педагогами совместно с ребятами, представленная на 13-м фестивале детского творчества «Веселковый караход» с целью популяризации идей и целей устойчивого развития. Фестиваль проходит более масштабно. У нас участвуют промышленные предприятия района, у нас участвуют ремесленники, у нас участвуют секторы спорта и туризма, люди, которые непосредственно связаны с популяризацией, с обучением людей целям устойчивого развития. Само же устойчивое развитие – это все, что окружает нас. Это человек, это экономика, это окружающая среда, в которой мы находимся. Без этих трех составляющих не может быть устойчивости, не может быть развитие района. Инструментом устойчивого развития является партнерство. И вот простой пример. Мстиславский район туристический. На тот же Рыцарский фест приезжает со всех уголков Беларуси, а также из-за рубежа. А значит, есть возможность заработать и предприятиям, и учебным заведениям, и частному бизнесу, и развиваться в этом направлении. Работаю с древесиной. Сувениры, заготовки для творчества, для других, допустим, заказывают. Просто сувениры, просто упаковки, доски, разъезды. Прямо чем спектр большой. Здесь мы представляем фитобар. У нас сейчас вот летом работает заготовительный отряд, где мы с нашими обучающимися заготавливаем лекарственные растения. В дальнейшем мы потом их сушим, обрабатываем, вакуумируем, соответственно. И стараемся, как бы, сами на занятиях можем, угощаем наших гостей. Когда проходят у нас большие мероприятия, так как вот Рыцарский фест, праздник города, обучающиеся стараются свою продукцию продавать. У нас работает кружок «Юный пчеловод», где дети изучают, начиная от истории развития пчеловодства и заканчивая переработкой продукции пчеловодства. Новая продукция на предприятиях тоже способствует устойчивому развитию. К тому же туристы подталкивают на выпуск брендовых товаров. Так в Мстиславле появились свои особые напитки, а также сыры, произведенные по новейшей технологии. В рамках частного партнерства мы уже видим перспективу создания новой частной гостиницы. И это все работает на благо нашего района, повышение его привлекательности. Региональный фестиваль устойчивого развития – это совместная инициатива депутатского корпуса и исполнительной власти. Это проводится с целью популяризации всей работы по повышению качества жизни населения. Как мы смогли сегодня увидеть на выставке, это и от экологии, от активного долголетия, от сохранения здоровья, до работы и наших ремесленников, наших предприятий. Потому что хочется и наша задача сделать жизнь в малых городах, в небольших населенных пунктах более привлекательной. Вот, казалось бы, да, район отдаленный от областного центра, на границе с соседним государством. Но каков потенциал? Делиться опытом. Сюда нужно приезжать, надо смотреть, нужно приезжать в других районах. И поэтому сегодня здесь как раз и присутствуют, кстати, представители не только Мстиславского района, а депутатский корпус из других районов, для того, чтобы все хорошее взять и у себя развивать, уже перекладывая, грубо говоря, на специфику своего района. Но можно сказать однозначно, что потенциал у наших районов есть. И вот это устойчивое развитие – это вот как раз то, что мы сейчас видели на этой выставке. Продолжили региональный фестиваль устойчивого развития в агрогородке Ходосы. А к столетию основания Мстиславского района здесь открыли площадь государственных символов – герба, гимна, флага. И это – инициатива местных жителей. Два года назад на братской могиле сельчане зажгли вечный огонь. И с того времени каждую пятницу на 10 минут в любую погоду, даже в каникулы, старшеклассники выходят сюда на почетный пост. А еще школьники помогают отыскивать сведения про солдат, которые лежат в этой братской могиле. В ходе исследовательской работы мы создали сайт «Летопись. Мы должны им память». Там, где на этом сайте размещены вкладки, на которых есть страница про нашу братскую могилу, полностью все фамилии, имена, отчества, которые захоронены на этом захоронении. И постепенно на этот сайт мы стараемся вылаживать информацию про солдат, которые лежат здесь. Сейчас очередная патриотическая инициатива создания площади государственных символов, чтобы показать, мы свято чтим традиции наших отцов и дедов. По итогам работы за 2023 год наш сельсовет занял первое место. В области среди сельских советов. И часть денег на отливку государственного герба мы направили именно вот сюда, профинансировали. А дальше наши местные умельцы, наши депутаты, представители КАТОС приступили уже непосредственно к реализации. Спасибо тем, кто присоединился. За государственные символы своей родины наши деды отдавали жизни и 80 лет назад подарили нам мир. Поэтому самое важное, отметил сенатор Александр Горошкин, сохранить память. Вот это вам яркий пример инициативы жителей. Да, это потребность того, вот мы с вами говорили, что люди сами понимают, что им нужно. У кого сегодня больше есть необходимость школа, детская площадка. А у кого-то это все есть, а вот нужна символика. Нужны вот такие вот знаковые места для каждого жителя Беларуси. И вот я хочу отдать должное Кадасовскому сельскому совету за идею. Всего, если взять за первое полугодие, на территории Мстиславского района реализовано уже порядка 60 гражданских инициатив. Это и больших инициатив от открытия детских площадок до установки скамеек в зоне отдыха, в парке отдыха. И вот пример этого же агрогородка Ходосы. В парке Дружбы, созданном местными жителями, каждый год появляются новые объекты. Так, на аллее памяти и славы сельчане вместе с депутатами установили памятник первому директору школы, орденоносцу Великой Отечественной войны Сергею Ивановичу Ксензову. В прошлом году уроженцы деревни Черная Сосна инициировали здесь же установку знака своему земляку, герою Советского Союза Филиппу Никитовичу Рудкину. А в этом году жители деревни Усполье решили увековечить память своего знаменитого односельчанина. Это все за средства местных жителей. Действительно, в этом году оказала нам помощь Белая Русь в изготовлении памятной доски героя Сосруда Горностаеву Владимиру Савельевичу. Парк Дружбы – очень популярное место в агрогородке Ходосы. В этом году при поддержке депутатов жители приобрели новую детскую площадку и сами ее установили. И, как отмечают все советы, активность их жителей в последнее время заметно возросла. Сегодня просто очень жарко, 34 градуса, но как только немножко спадет жара, солнышко спрячется, то он будет наполнен людьми. Если раньше мы шли, власть шла к людям с какими-то предложениями, то сейчас, наоборот, люди видят, как преображается населенный пункт. Люди видят ответную реакцию от властей. Это и от местных властей, и от районных властей. И поэтому они уже идут и предлагают сами свои инициативы. А это деревня Заболотье. Наталья Анатольевна переехала сюда из города, купив заброшенный дом. Сейчас он благоустроен, утопает в цветах. А еще с разрешения сельсовета на соседнем бесхозном участке жители улицы заложили маленький парк. Дальше больше толокой построили детскую площадку. Все сделали своими руками. Со своих материалов. Красили, клеили, городили, красиво разукрасили. Вот наши дети здесь и играют. Я не думала, что в этой деревне до такой степени будут активные люди. Поддержали очень многие, все собирали, все строили. Я очень благодарна тем людям, которые тоже, как и я, неравнодушны. Совет Республики Национального собрания Беларуси установил практику проведения единого дня депутата. Наталья Анатольевна приехала в агрогородок Ходосы на прием к сенатору Александру Горошкину. Не жаловаться, а посодействовать в организации тренажерного зала для взрослых. Взрослые остались не у дел. Нету для взрослых ничего. Вот я бы хотела, чтобы у нас мы нашли маленькое помещение в библиотеке и хотели туда для взрослых поставить тренажеры какие-то. Опыт такой работы показывает, что с каждым приемом все больше приходят граждан, которые не жалуются на то, что у них там чего-то не хватает, а как раз приходят с предложением, что нужно сделать для того, чтобы улучшить жизнь в том или ином населенном пункте. И при этом, что немаловажно, они предлагают собственные услуги. Мстиславский район, по словам Александра Горошкина, яркий пример, как благодаря активной работе депутатского корпуса с населением появляется масса гражданских инициатив. Жители сами включаются в решение вопросов местного значения, развивают спортивные объекты, места массового отдыха, обустраивают памятные места. Областная ассоциация местных советов депутатов финансово поддерживает инициативы, которые тоже влияют на устойчивое развитие региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова